Капусту маринованную Черенки сельдерея Болгарский перец Болгарский перец по желанию Можно не положить его Чесночок Для маринада нам нужен сахар Уксус, соль, лавровый лист Перец с горошком Вот такой ассорти И также кориандр немолотый Вот такой в зернах Лавровый лист Сейчас мы с вами поставим готовить маринад И будем заниматься нарезкой наших овощей В кастрюлю мы добавляем кориандр Перчик, лавровый лист И соль Добавляем сахар И уксус Сейчас мы ставим все это на огонь Доводим до кипения Кипятим буквально 1,5-2 минутки И отключаем В это время, пока у нас будет готовиться маринад Мы с вами подготовим все овощи Сейчас мы с вами Приготовим и нашинкуем все наши овощи Значит, для приготовления капусты я буду использовать вот такую терочку Для морковочки я буду использовать вот такую терочку, как для корейской моркови Черенки сельдерея, болгарский перец и чесночок я буду нарезать вручную Все, приступаем к нарезке Перед тем, как мы будем нарезать чесночок Мы чесночок наш заливаем кипятком буквально на 1 минутку Кипяток заливается для того, чтобы у нас чесночок, когда мы его добавим к капусте И зальем маринадом, чтобы он у нас не посинел Все, овощи у нас все приготовлены Значит, капустка нарезана Нам нужна стеклянная банка Или в кастрюле это можно делать У меня вот такая банка удобная, очень с крышкой со стеклянной Так, сейчас нам нужно капусту Добавляем сюда сельдерей наш И немножечко капусту помнем без соли Так, чтобы она немножечко помягче стала Можно положить в большую чашку А можно прямо на столе это сделать Капусту мы немножечко нашу придавили Так, сейчас мы добавляем сюда болгарский перец И добавляем морковочку И перемешиваем слегка Давить не надо уже, просто немножко слегка соединяем Чтобы у нас морковочка и перчик равномерно разошлись И перемешались с капустой Все, капустка наша готова Так, сейчас мы ее будем укладывать в нашу стеклянную банку И добавлять будем туда чесночок Немножко капустки Немножечко чесночка Утрамбовываем капустку Еще немножко чесночка добавили У меня вот эта банка рассчитана на 2 кг капусты То есть в любом случае 2 кг я должна сюда затолкать Как бы не хотелось этой банке Но она должна в себя вместить это Так, наш маринад закипел Капуста вот вся вместилась, как миленькая Вся она здесь, 2 кг Сейчас мы маленьким блюдцем Мы придавим сверху капустку И немножечко ее утрамбуем Вот так Потому что горячий маринад мы будем лить не на саму капусту, а на блюдце Потому что если мы будем лить на капусту Середина очень сильно у нас пропарится А края будут как в таком полухолодном маринаде Поэтому я вот так делаю всегда Блюдце И на блюдце мы Ну все, вот маринад мы залили в нашу баночку Так, можно сверху прикрыть крышечкой Оставить маленькую щелочку, чтобы она остывала И оставляем на 2-3 часа до полного остывания Или можно оставить до утра, если вы с вечера делаете капусту Можно оставить до утра Вот, еще хотела вам дополнение такое сказать Если вы желаете, когда вы готовите маринад Вы можете добавить сюда полстакана или стакан растительного масла И потом маринадом вместе с маслом заливать нашу капусту Вот, но мне больше нравится, когда без масла Потому что когда я делаю потом салат или еще что-то Я сама по вкусу добавляю тот соус, то масло, которое мне необходимо То есть для меня, вот этот вариант для меня лучший Вот и все, на этом я прощаюсь с вами Завтра будем снимать пробу нашей бесподобной, хрустящей, вкусной капустки маринованной Так что завтра я сделаю фото и покажу вам результат, что у нас получилось Всего доброго, до новых встреч Если у вас будет время и желание, заходите ко мне на канал Ждите новые рецепты Смотрите те, которые у меня уже есть, рецепты Все, до новых встреч!